Раз в полгода необходимо посещать стоматолога, чтобы не запускать какие-то кариозные процессы, выявить их на ранней стадии и залечить. Последний раз у стоматолога я была 2 года назад. Примерно 3 месяца назад. У меня прекрасные зубы, ничего не болело. Целых 2 года. А вот сейчас болит. Ну, потому что начал беспокоить зуб, поэтому решил вылечить его соответственно. У меня боли от холодного и горячего. Я не могу пить ни чай, ни холодную воду. Мне кажется, нужно посмотреть. Ну, боли боятся все, стоматологу боятся все. Но поскольку существует анестезия, то процесс лечения и препарирования зубов под протезирование, он проходит достаточно безболезненно. Мне кажется, пломба повредилась. Я думаю, что у меня кариес. Это просто мое предположение. Я думаю, что, например, кусок пищи попал между зубами, и я его просто не вытащила. Получился кариес. Раз в полгода стоматологи рекомендуют посещать стоматологический кабинет для того, чтобы выявить кариес на начальной стадии развития. Ну, в данном случае у пациента был средний кариес. Ну, у второй пациентки, к сожалению, один зуб спасти просто не удается. В результате этого придется его удалять. Ну, после этого можно сделать протез. А первый зуб можно было залечить. Он был допульпирован. Канал забломбированный. Поставлена постоянная пломба. Перед началом лечения или протезирования, естественно, мы рассказываем пациенту все этапы, которые он должен пройти. Необходимо подписать некоторые документы для того, чтобы впоследствии не возникало никаких вопросов со стороны пациента и с нашей стороны. После этого мы начинаем лечить и протезировать. Если человеку объяснили, что надо делать, как и зачем, то я думаю, что психологическое состояние, оно улучшается. Человек понимает, что ему будут делать, в каком объеме. Ну, и какие, соответственно, могут быть последствия. Доктор мне сообщил, что он будет делать, как он мне будет скрывать зуб, как он мне будет лечить каналы, как потом закроет, и как-то в следующий раз мы с ним встретимся. Меня это успокоило. У Шахназарова Георгия Андреевича я уже лечусь порядка 15 лет. В сфере стоматологических услуг мы существуем 22 года, поэтому на КПИК достаточно большой опыт общения с пациентами, лечения. Коллектив у нас небольшой, но очень слаженный. И практически все наши врачи и медсестры работают с начала основания клиники. В клинике два кабинета. В одном осуществляется исключительно хирургическое лечение. Второй кабинет предназначен для терапевтического лечения и ортопедии посменно. В нашей клинике существует три направления. Терапевтическая стоматология, ортопедическая стоматология и хирургическая стоматология. В терапевтической стоматологии лечение осуществляется современными материалами. В ортопедической стоматологии мы используем тоже современные материалы, изготавляем съемные протезы, бюгельные протезы замковые, протезы по технологии Dental V, нейлоновые протезы, металлокерамические конструкции. В клинике, как и во всех стоматологиях, осуществляется строжайший санэпидрежим. Цены в колечко невысокие, поскольку фирма Колечко осуществляет торговлю стоматологическими материалами и является дилерами больших компаний, таких как Дегуса. Поэтому можем себе позволить невысокие цены. После лечения я чувствую себя очень хорошо. Единственный дискомфорт – это то, что не прошло еще анестезия. А так все прекрасно. После лечения я нормально себя чувствую. Сейчас же у нас технологии продвинулись не как раньше, что два часа не есть, не пить. Сейчас уже все можно, сразу еду и воду можно употреблять, поэтому я чувствую себя нормально. После посещения клиники Колечко я теперь всем буду советовать ходить именно сюда. Очень благодарен всему этому коллективу, рекомендую всем ходить в эту клинику Колечко, потому что коллектив очень приятный, добродушный, очень профессиональный. Я уже посоветовала своей подруге. Знакомые тоже приходили, тоже оставались все довольны. Постоянным пациентам мы выдаем пластиковые карточки, которые впоследствии предоставляют значительные скидки. Приходите к нам, мы будем рады видеть вас. Мы находимся недалеко, всего в 200 метрах от метро Достоевской. Вот визиточка вашего лечащего доктора. А это наш подарок, стоматология Колечко. Пожалуйста, приходите к нам раз в полгода на профилактику. Пожалуйста, всего доброго. Стоматология Колечко, добрый день. Да, пожалуйста, можете записаться к нему на понедельник. В 3 часа вас устроит фамилия? Имя, отчество? Ваш контактный телефон? Хорошо записала. Пожалуйста, в понедельник в 3 часа мы вас ждем. Субтитры сделал DimaTorzok